В Актюбинской области начато строительство около 600 домов для тех, чьи дома разрушила большая вода. Подрядные компании приступили к работе в Кобдинском и Уилском районах. Накануне были определены участки для возведения жилья в Иргизском районе. О том, как регион восстанавливается после паводков, расскажет Эльмира Ержанова. В селе Нура Иргизского района на сегодня под водой остаются 103 дома. Большая вода там не отступила, подобраться к жилым строениям можно только на лодке. Сейчас уровень реки Торгай, которая разлилась, пока не спадает. Местные власти понимают, что дома строить на паводкоопасных участках нет смысла, поэтому уже сейчас определены новые под строительство будущих домов. Строить дома будут в безопасном месте не только в Иргизском районе, но и в Айтикибисском, Мугалжарском, Тимирском. А вот в Хобде и Уиле уже ведутся строительные работы. К примеру, в Хобде за стройку 90 домов взялись 12 подрядных фирм. Жилье они возводят пока что за свой счет. Для пострадавших от паводков мы начали строить дома. В селе Хобда около 10 подрядчиков строить начали. К примеру, наша фирма взялась за стройку 8 домов. Работы запланированы на 2 месяца. За это время постараемся завершить их. В общей сложности в области начали возводить 587 домов. Цифра будет меняться, говорят в управлении строительства. Кроме строек запланирован ремонт 600 жилых строений. У нас рассматриваются варианты по выкупу квартир. На сегодня составляет 199 квартир. К ремонту требуется 600 квартир. По области у нас в Уилском районе село Харатал уже начаты работы по демонтажу старых домов. Кроме того, уже отрабатываем варианты выкупа механизма по Айтикибийскому району. На сегодня уже готовы 9 домов. Что касается приобретения готовых домов, то их стоимость не должна будет превышать 21 миллиона 700 тысяч тенге. В этот поводок в регионе затопило свыше 4000 домов. Среди них есть и дачные. По ним вопрос еще не решен, отметили в Акимате. В Актюбе планируется отремонтировать 100 домов. Эльмира Ержанова, Замат Кубигенов, Жабек Жула, Актюбинская область.